добрый день дорогие друзья сегодня хотел подробно показать как мы клеим стеклохолст на стены что мы для этого используем какой холст какой клей какую методику вот некоторые особенности хитрости и уловки все 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 о чем вы спрашивали что я не договаривал хочу в этом ролике обобщить во первых давайте остановимся на стеклохолсте то есть мы обычно берем вот такой стеклохолст у него 40 грамм на метр квадратной плотности идет вот далее какие у него преимущества может кто не знает то есть это во первых то есть у него идет защита от трещин первый показатель 2 экологичность высокая прочность стены дышит вот этот главный показатель потому что если клеить флизелин или еще другие материалы то есть мы закупориваем стены здесь стены дышит экологичность все остальное неважно то есть то есть наша основная задача это защитить стены от микротрещин как раз малярный он он защитит от микротрещин от больших трещин не спасет мы должны это понимать то есть если дом дал усадку стеклохолст равно треснет вот далее что еще хотел сказать какой клей клей многие спрашивали вот я не хочу рекламировать я здесь покажу просто наглядно какой мы используем вот клей колорит фирмы колорит почему именно он вот у него хорошая консистенция обратите внимание насколько он густой то есть он очень густой даже сейчас немного с баклажки налить то есть он достаточно густой очень редко такой клей попадается то есть когда берешь кота в мешке лишь бы клей пва то очень часто он попадается жидкий вот поэтому лучше если вы найдете такой хороший клей лучше его всегда используйте вот густой клей хорошо забивает поры пва вот потому что сейчас дальше покажу как все это делается и вы поймете тот кто еще не знает далее наносим на стену клей делаем это с помощью валика наносим жирным слоем не жалеем потому что все это потом нужно будет все равно пропитывать сам холст вот обратите внимание насколько жирный покажу то есть прям чтобы очень 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 густой был вот конечно секре густой это удобно сделать наш если он жидкий то такой слой не получается делать вот и приходится вам потом сверху пропитывать холст восполнять то что не достает наносим далее наклеиваем лист лист подкладываем обязательно какой-нибудь гипс картон обычно подкладываю под низ вот это делается для того чтобы не испачкать не испачка стекло холст вот и разматываем сверху вниз все зафиксировали полотно подогнали пошло все дальше выравниваем я выравниваю с помощью обычного шпателя можно резиновым пластмассовым точнее вот так же как обои начинаем до начинаем от центра вот такие заломы чтобы не было отклеиваем натягиваем из таких заломов не должно быть поэтому аккуратно потихонечку все разравниваем все полотно разровняли полотно вот дальше подрезаем периметр сделать им это можно с помощью обычного ножа канцелярского вот я это делаю тем же шпателем то есть сравняю так вот подравниваем вот подрезать не надо слишком близко к полу потому что стекло холстов не цеплялся за всякую неровность то есть можно чуть чуть выше вот так обрезать хорошо он режется это не обувь и шпателем замечательно это все делается все дальше пропитываем с помощью клея уже сверху сейчас самое главное то есть клей не надо жалеть сверху очень густо промазываем очень густо вот насколько как узнать насколько хорошо мы промазали сейчас дальше скажу какой должен быть ориентир то есть не просто так на отмаш пройти тоже если вы так просто пройдете валиком у вас будут какие-то места которые вы не прошли валиком то есть какие-то будут жирные какие-то будут сухие вот поэтому вот вы так наносите все все полотно я просто сейчас не буду все полотно наносить чтобы показать такой участочек проходите лучше все это делать на свет чтобы было видно вот и далее берете шпатель тот которого тем который равняли и проходите вот проходите до тех пор вот обязательно наклон не все сдираете немного за как бы заглаживаю вот чтобы вас на шпателе чуть-чуть остался клей если его нет значит вы мало намазали в данном случае у меня маловато клея то есть еще раз проходим то есть на шпателе должен остаться клей это главный показатель хорошего то что мы хорошо залили клеем прошли начинаем снимать вот вот это отлично уже получается так равномерно блестит то есть не должно быть таких мест ну то есть полусухих все должно равномерно быть клею ну соответственно лишний клей который остается вы либо вымазываете на сухие зоны либо снимаете убираете кисточкой все вот так вот должен выглядеть хорошо пропитанный стеклохолст сейчас свечу поближе так не видно мигает принцип понятия это очень важно если так не сделать то когда мы будем шпаклевать у нас стеклохолст может пойти пузырями потом придется вырезать делать дополнительно проклеивать участки вот иногда даже большие участки вот потому что по цепной реакции может отслаиваться весь лист чтобы этого не происходило обязательно вот этого делайте сразу вот некоторые говорят что на следующий день можно и лучше все сразу потому что сейчас пока все мокрое даже там есть у вас подсохло основание то есть она растворяется под воздействием того чтобы сверху наносите клей и таким образом монолитно все склеивается вот еще другой еще один момент обязательно чтобы в помещении не было сквозняка чтобы были обязательно окна закрыты так же как когда вы клеите обои вот потом нюансы относительно шпаклевки следующем видео вам расскажу то есть уже что делать чтобы дальше он не отслоился вот какой шпаклевкой лучше всего это делать вот и по какой методике то есть толстый слой тонкий слой вот нужно ли грунтовать ну то есть все нюансы вот эти уже в дальнейшем видео наглядно покажу вот какие то вопросы остались пишите в комментариях на этом все до новых встреч еще хотел немного добавить во первых когда вы клеите стык из двух полотен вот нужно немного делать зазорчик маленький то есть ни в что если будет елочка значит пузырь в этом месте потом будет проблема при шпаклевке то есть пол миллиметра делайте небольшой зазор стык очень тяжело клеить вот это не обои помните здесь если даже какая-то маленькой будет небольшое углубление то есть легко его будет зашпаклевать и еще хотел обратить внимание самое главное о чем хотел сказать для чего клеить стеклохолст под какие основания не следует клеить под обои потому что смысла нет то есть это идет самое главное как армирование то есть армирование оно нужно если мы не клеим обои потому что обои сами по себя не скрывает трещины под собой и нету смысла клеить стеклохолст вот то стеклохолст клеем и под покраску также стеклохолст возможно клеится под какие-то легкие декоративные штукатурки, такие как декоративные краски или легкая какая-нибудь венецианка. Если у вас тяжелая фактурная штукатурка, стеклохолст не выдержит. То есть, возможно, у нас были случаи, прям отпадало, то есть, откисало, из-за того, что толстый слой начинает откисать стеклохолст от основания, и прям целыми полостами сверху падал лист. То есть, чтобы этого не было, мы должны четко понимать, под какие основания стеклохолст для чего готовят. Вот, в принципе, все. Еще хотел показать, для тех, кто ленится подгонять швы, можно еще таким методом подгонять полотна друг к другу. Делаем нахлестик небольшой. Вот, и просто-напросто прорезаем, можно даже без шпателя, спокойно стеклохолст. Убираем лишнее, и внутреннюю часть. Все, получается идеальный шов. Можно и по такому варианту. Теперь точно все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok